Локомотив Локомотив Перед матчем вы довольно осторожно говорили о перспективах Локомотива чемпионской гонки, сейчас вы выиграли у Зенита 3-0, выиграли первый круг, как вы сейчас смотрите, может быть, более оптимистично и, в принципе, считаете ли Зенит главным соперником? Нет, я всегда являюсь оптимистом, но заранее забегать впереди, у нас есть такая пословие, впереди паровоза не надо, это только первый круг закончился, мы рады, то, что мы выиграли И самое главное, самое главное то, что все рождается в раздевалке, вот в раздевалке у нас все в порядке, мы с командой понимаем, что делаем, знаем, куда идем А как оно произойдет, это, я уже тут говорил, что знает только осьминог Пауль, а его, он умер Я ничего вам не могу сказать, будем играть от игры к игре Юрий Павлович, да, позвольте вас поздравить, вот Спартак стал чемпионом спустя, там, сколько он не был, 16 лет чемпионом, Локомотив был чемпионом последний раз под вашим руководством в 2004 году, сейчас вот вы обыграли Зенит, ССК, Спартак, Динамо, Краснодар, вот, есть у вас какой-то, да, вы сейчас только что говорили, что не хотите забегать впереди паровоза, но может нынешний Локомотив стать чемпионом по своему потенциалу, спасибо Я очень верю каждому игроку, который у нас есть, и так как они работают на тренировках, как относятся к своему делу, основания есть для этого Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваша команда выполнила тренерскую установку, ожидали ли вы появления в стартовом составе Артема Дзюбы, и если не секрет, можно ли какие-то штришочки к вашей тренерской установке раскрыть? Ну, не играет большой роли один или другой игрок, который появляется на футбольном поле, наверное, мы все-таки представляли, что Дзюба будет, почему? Ну, по простой причине, что нужно выигрывать вверху, в воздухе, нужно, Зенит много делает передач с фланга, но вот те передачи, которые с фланга, Зенит, он больше всех у нас делает в лиге, на мой взгляд, мы с ними справились Вот это один из таких моментов, на которые мы обращали внимание Юрий Павлович, победа у вас, во-первых, я думаю, что, точнее, в первом тайме было заметно, что вы очень много жестикулировали, к судье обращались Вот понятно, что победили, и сейчас, может быть, вопрос немного неуместен, но все-таки были ли у вас, есть ли у вас какие-то вопросы сегодня к судейству, потому что иногда казалось, что ситуация может выйти из-под контроля В смысле, послушайте, ну, это эмоции, если нет эмоций, нет футбола, вот у нас сегодня команда играет с эмоциями, у них есть душа, у них, они играют и получают удовольствие от того, что они много борются, от того, что они азартны И вот эти эмоции, на мой взгляд, они нам позволяют двигаться вперед, так же, как и тренеру, нет эмоций, нет футбола С победой еще раз, есть ли у вас какой-то личный рецепт, чтобы не растерять лидерские качества команды в межсезонье? Спасибо, в перерыв, я имею в виду В перерыв, это проблема наша, очень большая, причем это не только наша, а всех команд, которые делегируют национальные сборные, тем более, что у нас Фарфан улетает в Новой Зеландии, из Новой Зеландии в Перу, и только после этого он возвращается сюда, у него две сложнейшие игры Это самая такая большая проблема Рецепты Рецепт, один подготовительный период, который был, мы его хорошо сработали, мы те ребята, которые не уехали, поехали на тренировочный сбор И провели, кто мало играет, такую предсезонную подготовку И, на мой взгляд, нам это помогло, это предыдущий такой перерыв Что будет дальше? Мне сложно сказать, во-первых, сколько игроков заберут Не знаю, сколько дадим выходных, и пока ничего, от игры к игре мы живем Юрий Павлович, подведите, пожалуйста, итоги в целом первого круга, чем довольны, чем недовольны Они замечательные, спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин